Глава Самары Елена Лапушкина на выборах муниципальных депутатов проголосовала одну из первых. На двух избирательных участках в школе 69 соблюдают все требования Роспотребнадзора. Горожанам выдают специальный набор для голосования, в который входит одноразовая ручка, маска и перчатки. На входе измеряют температуру тела. За легитимностью процесса следят общественные наблюдатели. По словам главы города, будущее Самары во многом зависит от выбора ее жителей. Эти люди будут защищать не на словах, а на деле интересы города Самары не лозунгами, а своими делами. Те люди, которые будут действительно отстаивать интересы, понимать приоритеты развития города и тем самым развивая мощь и славу нашего города. Поэтому, дорогие друзья, призываю всех прийти проголосовать, сделать правильный выбор. И, конечно, в дальнейшем наша Самара с вами получит рабочие, рабочую думу, рабочие советы депутатов. В числе первых пришел отдать свой голос на избирательном участке номер 2683 и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сегодня избирается местная власть, она самая близкая к народу, как говорил наш президент, чтобы она можно было дотянуться до нее рукой. Это важно всегда. И хорошо лежать на диване, говорить, что кто-то придет, какой-то дядя что-то за тебя сделает. Вот ты сегодня можешь прийти, выбрать, и это будет твой голос, это будет в твой голос копилку, как ты хотел бы прожить очередные пять лет. Вот, на мой взгляд, это важно. Ну, на мой взгляд, вот для меня, уже с высоты, скажем, прожитых лет, мне важно, я всегда хожу на все выборы. Я отдаю голос, вот потом есть кого спрашивать. Актер театра драмы Денис Евневич проголосовал в субботу. Рассказывает, выборы для него события всегда долгожданное. В любых выборах, по-моему, участвовать важно. Мы живем в демократическом обществе, и я считаю, что голос каждого, может быть, это и звучит для кого-то наивно, но действительно важен. Я в детстве помню, как ждал, не дождался 18-летия своего, чтобы принять участие на первых в своей жизни выборах. И с тех пор хожу, в принципе, на выборы любые, начиная от муниципальных, заканчивая выборами президента России и по Конституции и прочее. Перемены начинаются с себя, а порядок проще наводить с собственного двора, уверена заместитель директора 132-й школы Надежда Полянская. Муниципальные именно выборы – это те выборы, которые нужны каждому человеку, каждому жителю микрорайона, когда человек, который выбирается на депутатскую должность, живет в твоем микрорайоне или микрорайоне и работает, естественно, он знает практически каждого человека. И прийти, проголосовать за этого человека, естественно, самое важное, потому что если человек видит твой двор, в котором ты живешь, если он видит проблемы, если он с этими проблемами работает, это, наверное, самое важное. Досрочное голосование выбрал председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. На сам день выборов у общественника большие планы. Не может пропустить насыщенную праздничную программу, которую подготовил город, а также провести время с родными. Вот того, сколько людей придет, фактически зависит уровень доверия тем людям, которых изберут на должность депутатов районных советов. Поэтому я здесь. Вот это первичное звено, о котором сейчас идет речь, на мой взгляд, очень важно. Это люди, которые по велению души хотят работать, заниматься такой общественной деятельностью на благо своего района, в первую очередь и города. Наблюдатели рассказывают, на всех участках соблюдаются меры безопасности, используются средства индивидуальной защиты, санитайзеры, на входе измеряется температура. Ответственно слезят и за легитимностью выбранной процедуры. Законодательство Российской Федерации соблюдается на участке. Здесь представлено все, что требуется по законодательству. Наблюдатели от общественной палаты есть, наблюдатели от партий, и конкретно от кандидата есть независимого наблюдателя. То есть, кто хотел представить своих наблюдателей, есть возможность для этого. Свой выбор на участке 3028 в школе номер 20 сделал член общественной палаты Самарской области Виктор Полянский. Самая близкая к человеку власть – это местная власть, потому что именно она сталкивается со всеми проблемами наших жителей. И с этой точки зрения мы должны опираться на тех, кому доверяем. И для того, чтобы определить, кому мы доверяем, мы должны прийти и проголосовать. Другого, собственно, способа определить характер власти, качество этой власти и ответственности этой власти перед каждым голосующим нет. Участие в голосовании принял художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков. Я думаю, что все должны занимать активную гражданскую позицию, не перекладывать ответственность на чужие плечи, а каждому прийти и выразить свое мнение по отношению к тому, кто должен быть у власти. Сегодня, 13 сентября, в единый день голосования, наблюдатели ожидают самый большой поток самарцев. Выполнить свой гражданский долг можно до 22.00.